Здравствуйте, уважаемые зрители. Пищевая сода активно используется в выпечке. Кто-то ее применяет на дачном участке для исправления кислотности почвы. А я хочу рассказать, как я применяю соду на своем дачном участке, для чего есть ли вообще польза от нее. Для чего я применяю пищевую соду на дачном участке? Для раскисления почвы. Развожу примерно половину чайной ложки соды в 10 литрах воды. Для дезинфекции. Пищевую соду применяю в качестве дезинфицирующего средства. Использую ее в качестве профилактики грибковых заболеваний. Если грибковое заболевание вот-вот началось, то пищевая сода поможет. А если уже сильно развелась, то нужны более серьезные средства. Для профилактики грибковых заболеваний, я также развожу пол чайной ложки соды на 10 литров воды. Таким раствором опрыскиваю растения. Для борьбы с муравьями и гусеницами. Также соду применяю в борьбе с муравьями и гусеницами. Смешиваю в одинаковых пропорциях соду и муку. Посыпаю на проблемные участки. От сорняков. Пищевая сода отлично помогает избавиться от сорняков в межплиточных швах. Развожу пачку пищевой соды на ведро воды. Получившимся раствором проливаю место, где растут сорняки. Только такой способ нужно использовать осторожно и только в том случае, если поблизости не растут культурные растения и цветы. В противном случае можно погубить овощные посадки и цветы. Для огурцов. Соду можно использовать в открытом грунте и в теплице для огурцов, томатов и баклажанов. Сода поможет при грибковых заболеваниях и вредителях. Также улучшит их вкусовые качества, дольше будут плодоносить. Раствор делать легко. Один столовую ложку пищевой соды нужно развести в 10 литрах теплой воды. Тщательно все перемешать, чтобы не оставалось кристаллов. Пролить составом примерно по пол-литра на один кустик. Для томатов. Использую соду для подкормки помидор. Беру пол чайной ложки соды и развожу в одном литре воды. Получившимся составом опрыскиваю томаты. Благодаря этому томаты лучше усваивают питательные элементы, особенно бор. А как известно бор влияет на вкусовые качества. Для профилактики фитофтороза. Еще сода поможет для профилактики фитофтороза. В таком случае беру 3 столовые ложки соды на 10 литров воды и опрыскиваю кусты томатов. Обычно первую такую обработку провожу через 10 дней после высадки в открытый грунт. А потом каждые 10 дней. Для клубники сода помогает от долгоносика на клубнике. Только опрыскивание нужно проводить 3-4 с интервалом 4-5 дней в период бутонизации. 2 столовые ложки растворяю в ведре воды и опрыскиваю кусты и землю вокруг растения. Для капусты. Капусту от слизней защищаю. Смешиваю 1 литр золы и 2 столовые ложки соды. Посыпаю получившимся порошком вокруг качанов. Брюшки слизней раздражаются от состава и они уходят. Мои правила, как я использую пищевую соду для лучшего результата. Соду я использую только в качестве водного раствора. Стараюсь всегда использовать только чистую, теплую воду. Раствор делаю в стеклянной или эмалированной посуде. Не советую делать в алюминиевой или пластиковой таре. Раствор применяю только после 3 часов, как приготовила. Сода – отличное средство в борьбе с вредителями и болезнями на участке. Доступное, недорогое и безвредное для человека средство. Спасибо вам больше за просмотр. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok